Друзья, всем доброе утро. Продолжаю тему погоды. На данный момент 8.15 утра. Мы уже как бы слегка опаздываем о мушку телефона утра ля-ля. Вот, плюс 13 сейчас. И опять тема самочувствия. Спина, ну не то чтобы прям критична, но все еще болит. Хоть я ее и мажу на ночь каждый день. Мазь, кстати, я заказываю на Алиэкспрессе. Вот, и, ну вот такая согревающая мазь, потому что здесь в Израиле я уже перепробовала все мази, и, ну, нет согревающей. В Украине я покупала диприли. Она такая, как бы, с эвупрофеном, ментолом, то есть какой-то эффект от нее, хотя бы, какой-то был. От этих, что здесь, эффекта вообще никакого нет. Ну, лично мне. Я за разные цены покупала в разной церковой политике. И по рецепту, и без. Ну, в общем. Что, ехать уедем? Единственное, я не знаю, там, какая-то, вот это, одна из подруг, которая была с Максом, там, с этим, вот, я не поймешь, что, если он не сможет повезти их, то она возьмет эту девочку с детьми. Ну, короче, она говорит, мы-то едем, я говорю, не получится так, что, что вы, блядь, передумаете. Не, просто я тебе, говорит, сейчас не могу сказать, мы можем ли вас взять себе в машину, или вы на свои, то если мы возьмем их, у вас будет некуда. Взять, понимаешь? А время? Часов четыре. Еще, говорит, ну, типа, домик Санте, потом такая, говорит, ну, я не думаю, что вам стоит туда эти 20 или 25 вход, а Игорь типа, зале там подсказывает, я не думаю, что ты хочешь на коленке у Санте посидеть. Может, и хочу. А. Так что, менять, да? Я не очень понимаю, что от меня требуется. Или что, или мы потом поем сами? Нет? Да, сами мы поедем. Одно на коленке у Санте, второе елка, и еще что-то там. Забыть, как она назвала. Не, ну, я в том году еще, помнишь, когда мы с Танькой ездили, в общем, с малым ее, что мы хотели в домик Санты, но уже на подъезде в Иерусалим мы посмотрели расписание этого Санты. Ну, давай быстро думай, я не знаю. Тут и короче, 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 не короче. Я-то понимаю, что я ради тебя готов пожертвовать рыбалкой. Ну, ребят, вы видели, как он у меня муж шедрый? Во все равно. Ради меня он готов пожертвовать рыбалкой. Это святое. То есть, а ты на рыбалку ездишь и так каждый кожей день. Даже я ездила. Умолять и упрашивать, скажем так, я не буду. Еще чего не хватало. Так, ну что ж, друзья, посмотрим, какие у нас сегодня будут в этом смысле планы. Домик Санты, конечно же, это больше для детей, естественно. Даже не то, что больше, а это как бы логично. Ну, естественно, взрослые туда с детьми. Посмотрите, какие сандали стоят. Кому надо. Такие гламурные. Так вот. Но также я знаю, что едут экскурсии. На самом деле, нам не раз высвечивались экскурсии на Фейсбуке. Да, группы есть, которыми мы пользовались неоднократно. То есть разные экскурсии, разные поездки. И недавно муж мне сам предлагал, типа, он говорит, вот тут и есть экскурсия, по-моему, 165 шекелей с человека в Иерусалим. И всё то же самое, типа, ёлка, Санта, но уже вроде как с входными билетами. Потому что если едешь сам, то, естественно, входной билет и будешь платить. И вроде как... Так, сорян, ребят. Здесь звонок на урок в школу. В общем, такая музычка играет. Короче, я говорю, ну, да, ну, на двоих это, как бы, если... Даже вот, да, по 170 или 175. Короче, у каждого по-разному. У кого-то 165 экскурсия, у кого-то 175. Но, как бы, на двоих, говорю, не знаю, стоит ли оно того. Когда мы ездили экскурсией в Иерусалим по 130 шекелей с человека, меня это устроило, потому что мы посетили те места, в которые я давно хотела. Это, кстати, первое моё видео на канале. Поездка в Иерусалим, храм гроба Господня, Богородицы. Вот, и мне безумно понравилось, потому что, когда мы ездили сами до этого два или три раза в Иерусалим, мы нигде не были, потому что мы ничего не нашли. И я потом, на самом деле, так удивилась, особенно храм гроба Господня, как мы могли его не найти, если это там было всё рядом. Ну, в общем, мы как обычно. При этом, если ехать самим на машине, не знаю, я не особо понимаю, сколько на это нужно бензина, чтобы съездить туда-обратно в Иерусалим. Ну, как бы это не совсем близко от нас. Плюс парковка платно. Что-то мы, естественно, не знаем, почему я в Иерусалим с мужем как-то... Но мы ничего не найдём. Он через полчаса начнёт психовать и говорит, поехали домой. Поэтому вот вчера нам предложили сестра мужа с зятем, да, они сказали, что вот не хотите ли поехать. И я такая вроде и хочу, но вроде как и не знаю, потому что, опять-таки, повторяюсь. Домик Санты, ну, это для ребёнка, конечно же, больше. И вход туда платный. Был бы бесплатный, ещё можно было посмотреть. И в экскурсии написано, что в цену входит этот домик Санты, да, посещение билет, так сказать. А вот Глинтвейн, который там можно выпить на минуточку. Чтобы вы понимали, Глинтвейн в доме Санты. Вообще по-детскому. Ну, так же, родителям было не скучно, пока дети там сидят на коленях у Санты. Глинтвейн пить я не собираюсь. Не знаю, в том году, когда мы планировали поехать, и мы поехали, но как-то не додумались мы посмотреть расписание этого дома Мика Санты. Мы поехали, я поехала со своей подругой, с Танюхой, с её малым. И уже на подъезде в Иерусалим мы почитали расписание, и оказывается, что не работал в тот день домик Санты. И мы чисто там пофоткались возле ёлки. И, как я понимаю, что там есть где-то ещё ёлка. Не та, у которой мы были в том году. Сейчас я сделаю вставочку-фоточку с того года в Иерусалиме ёлка. Ну, короче, знаете, меня терзают смутные сомнения, и даже не знаю, ну вот не знаю, стоит ехать, не стоит. Выезжать планируют они в 4 часа, то есть как бы вечером. То есть это уже будет темно. Но это не в этом дело. В Иерусалиме, кстати, другой же климат. Там холоднее, чем здесь, в центре. Муж тоже такой весь. Так что, так что, мне отменять рыбалку? Я, конечно, не хочу, но ради тебя я готов. Ну, типа, что мы там будем делать? Ну, типа, я не знаю, что мы там будем делать, но я не хочу быть дома. Как бы, понимаете? Когда есть возможность какая-то что-то посмотреть, куда-то поехать, что-то увидеть. Тем более погода, в принципе, позволяет. Дождь пока не намечается. Маза? Что это такое? Тут много чего можно встретить, вот так вот, идя по улице. И, опять-таки, вопрос, что же, если туда ехать, одевать? Потому что, раз мы были в Иерусалиме, но это уже, по-моему, в конце декабря, было безумно холодно, сумасшедший просто ветер. Мы реально так замёрзлись, что муж потом, у мужа реально болели. Он говорит, такое ощущение, что все ребра болят. Потому что я хотя бы пальто одела, шар взяла такой тёплый. А он просто был в кофте, в толстовке. И промёрзла спина сильно. Мы ездили в монастырь. Ну, короче говоря, вот не знаю. Всё время, вот это какая-то бывает момент, что там без раздумий. Да, окей, согласна. Да, я это хочу. Я хочу туда, я хочу это попробовать, я хочу это увидеть. Да тут... Тем более, как я поняла, что будут ехать ещё их друзья, семья. Там они вот были тоже на день рождения. И они говорят, мы ещё точно не знаем. Возможно, мы только детей возьмём, если родители не смогут. Если не едет никто из друзей, ни дети, ни родители, то, скорее всего, что мы поедем на машине сестры. То есть мы туда все влазим. Хотя это не очень совершенно удобно, тем более с моей-то спиной сейчас. Потому что мы ездили в этом году на звёзды, в пустыню Митспарамон. И это было ужасно, ехать туда-обратно. И у меня не болело, но заболела ужасно. Потом спина. Да, Виштара проехала. И мы там были долго. И с учётом того, что это было лето, была безумная жара. Но в пустыне никто не мог даже подумать, так как мы ночью были первый раз в пустыне вообще в жизни. Я и муж. И ещё муж мне немного сбил тем, что он говорит, ты знаешь, на улице вообще-то плюс 45. Какие курточки, ты о чём? Какие штаны? Вот он поехал в шортах и в футболке. Чтоб вы понимали, он никого не послушал. Единственное, что я надел кроссовки, потому что понимал, что там как бы, ну, идти будет, да. Я надела джинсы. Надела тоненькую кофточку. Меня это не спасло, ребят. Там было настолько холодно, такой ветрюган, что это было просто ужасно. И наслаждаться звездопадом было уже не так приятно. Вот. С учётом дороги, да, по-моему, мы ехали два часа. Или два с половиной. Уже точно не помню. Ну, туда прилично так ехать, потому что когда мы первый раз туда попали, мы ехали в Эйлат. И вот это на полпути к Эйлату было. И там было так круто. Я тоже вам вставлю вставочку, фотку. Там просто какой-то космический вид. Просто шикарный. И мы попали как раз на закате туда. Пустыня на закате вообще бомба выглядит. Она и так как бы такого цвета, красноватого. А на закате это просто... Я просто стояла как завороженная, знаете. Такой завораживающий вид. Я была в восторге. Так что посмотрим. Если мы поедем в Иерусалим сегодня на ёлку, естественно же я вам поснимаю. Вообще, в априори, знаете, как-то в Израиле... И вот так как сейчас я иду, по-моему, пишет 19 градусов на данный момент. Мне нехать смотреть ёлку, но в Иерусалиме другой климат. Там намного холодней. То есть там и днём, как бы, по-моему, максимально сейчас плюс 16. А вечером... Даже взять то, что вчера вечером, когда я выходила, то я посмотрела погоду. Было написано у нас плюс 18. И, ну, как бы я сравнила ощущения. Думаю, ну, вроде не так уже и катастрофически холодно. Но там в априори климат немного другой. Поэтому эти же плюс 18 там по-другому ощущаются, чем здесь, в центре. Так, наверное, сейчас я зайду в Манию, посмотрю... Ой, блин, а как не эта готовка? Не знаю. Наверное, возьму я куриное филе и хочу сделать, так сказать, запеканку. Картофель, сыр, мясо. Вот. Сейчас посмотрю. Да, ребят, что-то я не подрасчитала. Нагребла я, короче, как говорится, по-богатому. Ты только там аккуратно не разбей. Мои любимые. Кто? Привет. Твои любимые? Вообще-то я их ем. Типа сарказм. Мой любимый запах. Слушай, а там, где готовят, жарят шрипс, и мы ездили покупать в Яфа, тебя там не смущал запах? Мне тоже, знаешь ли, твой запах сигарет тоже очень смущает. Любимый просто запах сигарет. Сейчас посмотрим, что купила жена. О, какая тут у нас красота. Это... Это для торта, я тебе говорила. Я такой не буду. В смысле ты такой не будешь? Это... Это много. Это одна для пирога. Мы седаем полбаночки на месяц. Одна для пирога. Упредивается. Оф. Что, оф? Ладно, пускай будет. Это что? Это масло. Масло. То есть, то, что там пропадет, это не страшно, да? Вот такой кусок. Оно не пропадет. Мне в крем надо. Ну... И опять это. Ну и две надо. И две надо. Там мало просто. То есть вот тут. Вот это. Это что? Это креветки. Мусор. Свеже замороженное. Сразу в мусор ложим. Причем... Да, иди, подожди, я покажу. А я извиняюсь. Вот это. Кто купил? Это я купила. Будешь три месяца бесплатно работать. Креветки, значит, это свеже замороженное. Это не варено мороженое. Это свеже замороженное. Вот такие вот большие. Ну, как бы, Новый год идет. Все такое. А вот и корочка. Значит, я взяла тут полкилограмма. Мевца была. Не, подождите. Это так не работает. Мевца была, а не мевца. В смысле? В любом смысле. Че? В манчике. Кто? О, тут полкилограмма. Я хочу икру красную. Прохладно. У тебя, между прочим, блок сигарет столько стоит, если что. Угу. Да. А что, не так? Вот скажи. Блин, а тут написано горбуши. В смысле? Лососевая зернистая горбуши. Московский рыбокомбинат. Блин, ну я не знаю. Я захотела и купила. Была мевца. Все. Такой был обзор от мужа сегодня. С его возмущениями. Ну что ж, ребята, мы едем в Иерусалим на ёлку, новогодний Иерусалим. Так что продолжение будет в следующем видео и будет также в том видео, в следующем, рецепт ленивого Наполеона, который я уже приготовила. И он в холодильник ему пробовать, но, естественно, мы его купим завтра. Запекла горбушку с мясом. Это тоже будет в завтрашнем видео. Потому что, ну, слишком большое получается видео. Я его разбила на два. И вот в завтрашнем будет конкретно наша поездка в Иерусалим. Уже со всеми подробностями. Вообще, каждый на своей машине или все же на нашей все будем ехать. Так что всем большое спасибо за просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока, до завтра.